Все, запись началась. Всем здравствуйте, спасибо, что пришли. Сегодня у нас гостья, невероятная женщина, гуру в ферментации и автор книги «Секреты домашней ферментации». И также она является нутрициологом. Это Юлия Мальцева. Она сегодня раскроет нам тему. Но она знает все о ферментации, поэтому раскроет сегодня все секреты ферментирования продуктов. В том числе, как ферментированные продукты помогают улучшить здоровье, снизить вес, восстановить иммунитет и многое-многое другое. Поэтому передаю Юле голос. Юля? Да, я слышу. Да, здравствуйте. Я тогда отключаю звук, передаю вам голос, пожалуйста. Так, как меня слышно, как видно и видно ли презентацию? Да, Юля, все видно и слышно. И презентация, и вас видно. Да, отлично. И действительно, у нас сегодня удивительная тема – это ферментированные продукты. На самом деле ферментированные продукты занимали особое место в культуре питания практически всех народов мира, потому что уже тысячи лет назад люди обнаружили, что бактерии не только помогают сохранить сезонный урожай, на те неблагоприятные для произрастания их месяца, но и придают продуктам особый вкус и полезные свойства. Сейчас ферментация – это современный ЗОЖ-стренд, согласитесь, да, Наталья? Но вот на самом деле, как правильно готовить ферментированные продукты, мало кто знает. Что же такого удивительного ферментированных продуктов и почему их очень важно добавить? Юля, извините, что перебиваю. Объясните, пожалуйста, не все понимают слово ферментация. Объясните, что это такое, пожалуйста. У меня есть это, на самом деле. В презентации я хочу это очень, скажем так, просто объяснить и затем более, скажем так, таким научным языком. Ферментированные продукты – это и квашеные продукты, и соленые продукты, и различные брожения. Просто так уж повелось, что капусту мы квасим, огурцы у нас солятся, яблоки мы мочим, но это тоже ферментированные продукты, а, допустим, там какие-то садовые ягоды и фрукты, они бродят сами по себе, получается брожка, но это тоже ферментированный продукт. Вот, я сейчас это, скажем так, кратко объяснила, но хотелось бы, чтобы вы саму суть процесса для себя более хорошо понимали. Да, Наталья меня уже представила, меня зовут Мальцева Юля, я антициолог, специалист по функциональной медицине. Вот уже более 12 лет я занимаюсь определением и устранением функциональных дисбалансов, использую для этого антициологию и функциональную медицину. Я автор двух книг, это вот как раз-таки о чем мы говорим, «Секреты домашней ферментации» и «Сезонное питание на практике». Обе выходили в издательстве «Эксмо», поэтому их можно найти, в принципе, во всех книжных магазинах СНГ и в электронном варианте тоже. И, кстати говоря, курс «Ферменториум», который, собственно, перекликает несколько с книгой, но он намного более шире и глубже, он получил премию как лучший курс в области антициологии по версии достаточно престижной премии «Грин и ВОЗ». И да, сегодня я хотела бы рассказать, что же такое ферментированные продукты, о видах ферментации, кратко, чтобы вас не грузить, но все равно это полезно узнать, о роли ферментированных продуктов в поддержании здоровья и расскажу вам о своих любимых рецептах, по которым вы можете уже сегодня, означается, квасить, не имея даже каких-то начальных навыков в ферментации. Так вот, ферментация, как я уже сказала, если простым-простым языком, это и соление, и квашение, и брожение, и мочение. Ну а если по-научному, ферментация – это процесс расщепления, ферментация органических веществ микроорганизмами, либо их ферментами. И ферментация в продуктах начинается тогда, когда микробы получают доступ к своей любимой еде и попадают в благоприятные условия. Это температура, это влажность в помещении, это отсутствие либо присутствия света. Нужно понимать, что у каждого на выходе продукта есть свои условия и особенности процесса. И в итоге различные вещества, изначально присутствующие в продуктах питания, они перерабатываются микроорганизмами в спирты, в органические кислоты, при этом микробы синтезируют. Это огромный пул, то есть огромное многообразие витаминов. Это практически все витамины группы В, это витамины С, это аминокислоты очень многие, это, не бойтесь этого слова, но антибиотики, но те антибиотики, которые не затрагивают, допустим, нашу норму флору, и они помогают нам наоборот бороться с какими-то патогенами. И процессы, которые происходят во время ферментации, они настолько значительные, что они просто до неузнаваемости, со светом произошло неприятное, вот, слушайте, будут так, я боюсь, что тут что-то закоротит, у меня не очень так хороший светильник, вот, что процессы, которые происходят с продуктами во время ферментации, они настолько значительные, что до неузнаваемости изменяют вкус, аромат, текстуру и пищевую ценность содержания продукта. Какие бывают в виде ферментации? Сразу скажу, что этот слайд я готовила для института пищевой промышленности, поэтому он, как бы, такой сложный, переделывать мне его было тоже достаточно проблематично. Какие есть виды ферментации? На основании того, какие микробы участвуют, какие продукты мы в итоге получаем, есть спиртовое брожение, в результате мы получаем хлеб, что удивительно, но это действительно так. Это пиво, вино и другие алкогольные продукты. Молочно-кислые брожения. В итоге мы получаем кисломолочные продукты, такие как кефир, творог, творог нет, творог частично, и многое-многое другое. И также все практически квашеные овощи, это и капуста, и огурцы, и оливки, и даже некоторые колбасы. В общем-то, это уксусное кислое брожение. В результате не только уксус мы получаем, но и чайный гриб, пожалуйста. Плесневое брожение здесь получается на выходе большинство сыров, а также мисса, кимчи и рисовое вина. Пропионовое брожение в результате получается сыр Эмменталь и многие, наверное, большинство швейцарских сыров. Цитратная ферментация это творог, хотя здесь несколько видов ферментации задействовано, но преобладает все-таки цитратная ферментация. Сыр Гауда и некоторые другие сыры. И малолактическое брожение в результате получается вино. Так вот, невозможно сказать, какое количество вообще ферментированных продуктов производится в мире. По некоторым оценкам их свыше пяти тысяч. То есть на самом деле это самая большая категория продуктов, сколько мы знаем, зерновых, допустим, фруктов и овощей. Так вот, это самая широкая категория продуктов. И важно понять, что чем больше разнообразие ферментированных продуктов будет присутствовать в вашем рационе, тем больше пользы вы в итоге получите. А по секрету вам скажу, что ферментировать можно практически все продукты, которые хорошо или плохо у вас лежат в холодильнике. Практически все продукты, злаки, овощи, фрукты, бобовые, корнеплоды, молоко, мясо и рыба, алкоголь, это результат ферментации, это синдетическая культура, разная, зелень, орехи, сена, это все можно ферментировать. И ферментированные продукты это самые настоящие суперфуды, потому что они сочетают в себе пользу изначальных компонентов, из продуктов, которые мы квасим. Это витамины, минералы, это фитонутриенты, это, естественно, пробиотические микроорганизмы с их очень мощным благоприятным воздействием на здоровье человека в целом, а также синтезируемые бактериями в процессе производные это витамины, это нейромедиаторы, это аминокислоты, это как бы цепочечные жирные кислоты. Таким образом ферментированные продукты могут всесторонне положительно влиять на здоровье человека. И, конечно же, все-таки основное влияние ферментированные продукты оказывают на работу нашего ЖКТ и в особенности на кишечный микробиом. И важно понять, что здоровый кишечник это не только нормально функционирующий орган пищеварения, это еще и место обитания триллионов микробов, которые оказывают существенное влияние на наше здоровье, на наше качество и продолжительность жизни. И в последнее время микробиоту называют даже отдельным органом в нашем теле, учитывая важнейшие функции, которые она выполняет. Это, например, защита от свободных радикалов, это переработка токсинов, подавление роста патогенных микробов, это укрепление иммунной системы, синтез витаминов, аминокислот, переваривание пищи, она способствует усвоению витамина D, железа и кальция, и других, кстати говоря, минералов тоже, и даже управляет нашим настроением, аппетитом и весом. Поэтому влияние микробиоты на наше не только физическую составляющую, на наше физическое здоровье, но также и психическое, и ментальное сейчас доказано огромным количеством исследований. И поскольку основным компонентом ферментированных продуктов я вам не только буду рассказывать, я вам показывать буду еще обязательно, вот, собственно, являются пробиотики, то есть пробиотические микроорганизмы, живые пробиотические микроорганизмы, они помогают нам поддерживать богатство и разнообразие нашей микробиоты. Давайте разберемся, вот в чем преимущество пробиотической еды перед БАДами, которые будут содержать пробиотики. Ну, пробиотики, я думаю, хоть раз в жизни принимал каждый, да, или в качестве терапии после антибиотиков, да, либо в качестве профилактики, сезонной в том числе, укрепления иммунитета и так далее. В чем преимущество пробиотических продуктов перед все-таки добавками с пробиотиками? Ну, во-первых, нужно понимать, что пробиотики в баночке, это высушенные, как правило, да, ну, либо живые, если это жидкая форма, микроорганизма, а вот пробиотические продукты, они содержат помимо бактерий, еще и витамины, минералы, эндимы, аминокислоты и т.д. Ферментированные продукты являются симбиотиками, то есть они помимо пробиотиков, да, то есть бактерий, да, они содержат же клетчатку еще. Клетчатка, как правило, это пребиотик, который поддерживает нашу кишечную микробиоту. Без пребиотиков никогда не получится восстановить микробиом, только с помощью пробиотиков этого не удастся. Когда мы говорим про еду, то мы понимаем, что здесь гораздо большее разнообразие микробов, в отличие от коммерческих баночек, да, там, не знаю, максимум может быть представлено, ну, не более 20 видов микроорганизмов. Здесь же порядка 50, может быть, даже 100 доходит разнообразных видов. А здоровый микробиом, это не только численность бактерий, да, которые мы стремимся достигать с помощью пробиотиков, это еще и разнообразные микробиомы, то есть нам нужно получать не только количество, но и качественное разнообразие. Вот, и, кроме того, есть такой момент, что бактерии пробиотически из ферментированных продуктов, они, во-первых, лучше проникают в кишечник, где они должны работать, то есть они не разрушаются по пути прохождения желудочно-кишечного тракта, и второй момент, это меньшая вероятность противодействия со стороны нашей собственной микробиоты. Очень часто, когда человек начинает принимать пробиотики в виде БАДов, он может столкнуться наоборот с ухудшением симптоматики, например, повышенное газообразование. Наталья, у вас было такое в практике? Я, ну, как бы, часто такое встречаю. А, было. Человек в надежде улучшить работу своего ЖКТ, например, начинает принимать пробиотики, и ему становится хуже. Так вот, да, действительно, такой феномен можно встретить, то есть, это объясняется тем, что наша собственная микробиота, она встречает как бы вот эти пробиотики как чужаков. В итоге у нас в кишечнике происходит война. Что же касается ферментированных продуктов, здесь бактерии, они не проходили через пробирки, они не были генно изменены, да, поэтому они встречают меньшее противодействие и с большей вероятностью в нашем кишечнике останутся и принесут нам пользу, а наоборот не ухудшение. Что касается вопроса домашние либо покупные, потому что в магазинах можно найти и там квашеную капусту, и соленые огурцы, и оливки, ну, оливки у нас редко бывают в магазинах, да, скажем так, квашеные, вот, и другие продукты, но важно понимать, что значит, покупные, они будут содержать более ограниченный спектр бактерий, то есть меньшее количество видов, опять же, чем домашние, потому что на производстве это очень четко регулируется, да, то есть добавляются определенные виды микробов для того, чтобы был результат гарантированный, то есть не может огромная партия испортиться, у них есть определенные критерии, что должно быть на выходе, вот, поэтому, конечно же, наши домашние ферментированные продукты гораздо богаче, мы, во-первых, используем те ингредиенты, которые мы сами выбираем, да, это первое, и второе, мы, как правило, используем хорошо зарекомендовавшие себя рецептуру и те технологии, которые были опробованы уже веками, то есть, как правило, это традиционные технологии, и вот сегодня я хотела бы с вами поделиться и показать некоторые свои любимые рецепты, это необычная квашеная капуста, это кефир, изготовленный на кефирных зернах, и это ферментированный чеснок, и это достаточно, возможно, привычные для нас продукты, но вот на практике я получаю колоссальное количество вопросов, например, как долго выдерживать ферментированные продукты, нужно ли добавлять соль, можно ли использовать пробиотики, как бы их скрывать, да, и добавлять вот в наши ферментации, почему продукты портятся, что я делаю не так, вопросов масса, они повторяются на самом деле систематически, и очень часто у людей от неудачных попыток ферментации уже просто опускаются руки, потому что понятно, да, это и порча продуктов, а это значит потерянное время и деньги на ветер, и, соответственно, мотивация падает, и люди отказываются просто от этой идеи, либо отказываются есть вообще в принципе ферментированные продукты, либо покупают их уже в магазинах, и поэтому, как я уже говорила, я в свое время создала курс ферменториум, где я особое внимание уделяю пояснению технологии и микробиологии процессов, потому что я от понимания того, какие манипуляции мы совершаем с нашей едой, зависит, можем ли мы получить на выходе исцеляющие продукты, или действительно потратим деньги и время впустую, да, я сегодня буду рассказывать, чем настоящая ферментированная капуста, скажем так, отличается от трехдневного подкисшего салата, вот, и, в общем-то, на курсе у нас огромное количество рецептов, это не только банальная, допустим, квашеная капуста, это капуста в тыкве, может быть, заквашена, то есть целиком вам не нужен какой-то инвентарь, это очень классно, сейчас вот Хэллоуин был, я выкладываю один из рецептов таких, вот, можно квасить селедку или скумбрию в капусте, это очень, то есть сырую рыбу, это вообще абсолютно безопасно, по потреблению очень вкусно, и арбузную содовую, да, и цитрусовый пунш, и капуста, сегодня покажу с грибфрутом, и массу-массу всего, то есть у вас настолько расширится ваш рацион, да, и появится такое количество новых интересных продуктов, поэтому, друзья мои, я буду рада вас видеть на курсе, тем более, он был признан лучшим в области нутрициологии, вот, ну, больше информации есть у меня в канале, не буду сейчас на это тратить время, тем более, у нас есть о чем поговорить впереди, так вот, кефир, это один из продуктов, который, ну, почти постоянно, да, есть у меня в холодильнике, потому что мы его, во-первых, любим, а во-вторых, наши домашние питомцы, а это молочный, молочный гриб, он требует постоянного внимания, постоянной поддержки, и я сегодня буду говорить именно про кефир, который был изготовлен с использованием именно кефирного гриба, а не закваски кефирной, потому что, опять же, да, кефирный, все исследования, во-первых, да, которые проводились с кефиром, относительно его пользы для здоровья, они были проведены с кефиром на кефирном грибе, в кефирном грибе свыше 50, вот здесь вот на слайде, это с правой стороны, там мелко, но вот это вот микроорганизмы, которые живут в кефирном грибе, там более 50 различных видов микроорганизмов, в составе готовых заквасок, которые можно купить, ну, много где, да, там на озоне, на маркетплейсах разных, вот, и в магазинах второго питания тоже, там от силы 10, 9, там 10 видов бактерий, опять же, вы понимаете, разницу между вот этим разнообразием, она действительно весомая, так вот, кефир на самом деле происходит от турецкого слова хорошее чувство, чувство, и традиционно кефир готовили с использованием как раз-таки кефирного гриба, который представляет из себя сочетание кефирных зерен и совокупности дрожжей, лакта и бифидобактерий, вот по виду он напоминает на самом деле цветную капусту, я не знаю, там видно, не видно, действительно цветная капуста, да, цветная капуста, я переключила видео на вас, покажите еще раз, увеличиваю, то есть напоминает цветную капусту, да, я вот извиняюсь за свет, у меня почему-то перегорел прожектор, ну, все, ладно, так вот, в своем составе кефир содержит колоссальный набор аминокислот, это и лизин, и пралин, и цистеин, и фенилаланин, и аргинин, и многие-многие другие, плюс органические разнообразные кислоты, плюс нутриентный набор очень богатый, это и калий, это и кальций, да, это и цинк, это и магний, это и витамины группы В практически в полном составе, а витамин А, Е, С и Д, поэтому кефир, благодаря своему богатому составу, он доказано в исследованиях, да, он помогает снижать уровень холестерина, он улучшает усвоение лактозы, это молочный сахар, очень у многих людей лактоза, особенно вот уже там в среднем и пожилом возрасте может вызывать различные неприятные симптомы, да, потому что иногда недостаточно у человека или снижается выработка фермента лактазы, так вот в составе кефира именно бактерии помогают синтезировать вот эту лактазу и за человека как бы переваривают лактозу, поэтому, как правило, если у человека есть какие-то проблемы с употреблением молочных цельных продуктов, ну, например, молоко в чистом виде, да, то он иногда для себя замечает к удивлению, что абсолютно нормально переносит ферментированные продукты, например, кефир, там, ряженка, простокваша, творог и так далее, помимо этого, это стимуляция иммунной антиоксидантной защиты, это антимикробная защита, это снижение воспалительных процессов, снижение кровяного давления и улучшение чувствительности к инсулину, и рецепт вообще просто банально прост, я скажу только, что, ну, вот, собственно, здесь фотография, как выглядят кефирные зерна, если не очень было хорошо видно на камеру, здесь все очень просто, не буду зачитывать весь рецепт, да, что здесь важно, здесь важно иметь кефирные зерна, их тоже продают, их тоже продают на различных маркетплейсах, они могут быть высушены, и в этом ничего страшного нет, они потом раскрываются, оживают, когда мы их поместим в молоко какое-то, молочные продукты, во-вторых, важно соблюдать стерильность, да, потому что ну, не стоит, допустим, зерна смешивать, вот эти кефирные зерна смешивать с какими-то там добавками, какими-то допустим ароматизаторами, да, улучшительными вкусом и так далее, и не стоит их трогать руками, потому что микробиота, она может, собственно говоря, перенестись туда, и в общем-то микробный вот этот вот состав практически постоянный, он может измениться, и это отразится на вкусе, и, соответственно, на составе получаемых продуктов, и не давать прокисать, потому что при прокисании происходит каннибализм, каннибализм, потому что бактериям недостаточно питания, и они начинают уже пожирать друг друга, и это ведет к уменьшению их численности, к уменьшению их разнообразия, и опять же отражается на качестве продукта. Вот, какие-то, может быть, вопросы по поводу кефира. Вообще, скажу, скажу, что ферментированные молочные продукты, они первыми, наверное, появились в прикорме моего ребенка, то, с чего мы начинали вводить прикорм с 6-месячного возраста, поэтому ребенок, вот сейчас, уже будучи там 6-7-летним, он не испытывает проблем с молочными продуктами. Я думаю, что это связано как раз-таки с ранним вмешательством в его кишечный микробиом, в том числе посредством ферментированных молочных продуктов. Не просто молочных, а ферментированных. Ниля, я как раз хотела спросить, где был этот грипп, и вы уже ответили на мой вопрос. И еще такой вопрос. Если сравнить, может, кому-то интересно будет, сравнить магазинный кефир с этим кефиром, во сколько раз превосходит по пользе этот кефир? Польза будет определяться разнообразием микробов. То есть, если в кефирном грибе, повторюсь, в кефирных зернах, здесь более 70, 50, извиняюсь, различных видов микроорганизмов, каждый вид, он производит свои вещества. Одни синтезируют, допустим, витамин В1, другие В12, кто-то С, кто-то одно аминокислоту. Соответственно, чем больше у вас работников, тем больше у вас результат. Что касается покупных продуктов, я вообще сомневаюсь, что в покупных кисломолочных продуктах там есть вот эти заявленные колонии, образующие единицы, тем более, если мы покупаем их не к началу их производства, а где-то ближе, наоборот, к окончанию срока годности. Я очень сильно сомневаюсь, что там есть эти заявленные свойства и видов микроорганизмов меньше, гораздо, и именно это определяет пользу и превосходство именно домашнего кефира над покупным. Окей, поехали дальше. Трубу поднять можно, или так говорить. Так, я думаю, можно говорить, да? Говори, Надежда. Я хотела спросить, а вот этот вот кефир, это получается из этих кефирных зерен надо самим как-то изготавливать, как я поняла, да? Нет, кефирные зерна вы покупаете. Вы их либо покупаете, они есть вот в таком свежем виде, опять же, ну, да, как на картинке, и продаются, допустим, запечатанные в закваске такие пакетики запечатанные пластиковые, либо они продаются в сублимированном виде, то есть в высушенном виде, вы их помещаете затем вот в какое-то молоко, и они оживают. Но вам изначально нужен вот этот вот момент. То есть кефирные зерна вам нужны. Понятно. Но в отличие, допустим, от закваски, которую вам нужно будет покупать каждый раз, да, на каждую порцию, вам нужно будет покупать закваску. И если мы подойдем к этому моменту экономически, да, то зерна вам прослужат очень и очень долго. Если вы будете их правильно хранить, если вы будете за ними следить, то есть менять, да, вот это молоко, они хранятся в холодильнике, но я обычно советую все-таки сливать молоко, чтобы они не прокисли. Поэтому если вы за этим следите, они вам прослужат очень-очень долго. Найти кефирные зерна сейчас вообще не проблема. Есть, например, такой очень большой магазин Здоровеево, вот можно там посмотреть. В конце концов, может, кто-то у вас из знакомых занимается ферментированными различными культурами, там, чайный гриб, тоже его не вырастите, чайный гриб вы тоже не вырастите сами, его нужно будет у кого-то взять, либо тоже купить. Я хотела сказать, что тут большинство из Беларуси, мы из Беларуси, да, и у нас магазинов, которые вы озвучиваете, может быть... Здоровеево, по-моему, они по СНГ спокойно работают. Да? А может и на зоне возможно будет, да, приобрести, а зон доставка есть? Мы занимались тоже, то есть я и моя коллега, мы занимались тоже вот распространением продажей и чайного гриба, у нас были кефирные зерна, то есть мы отправляли их и в СНГ тоже, курьерской службой и по почте, но, к сожалению, в какой-то момент ужесточили законодательство по вот этим вот, да, моментам, именно по транспортировке, потому что все-таки они относятся к пищевым продуктам. Я не уверена про озон, я просто не искала, но как бы можно озаботиться. здоровее его могут вам, если, смотрите, если это живая культура, то есть, если это вот прям такое живое, там, какое-то так булькающее, то, скорее всего, нет, но, опять же, есть вариант сублинированного. А я хотела сказать, чайный гриб обращайтесь, у меня есть, поделюсь. Да, чайный гриб это тоже очень классная, классная культура, с ним можно приготовить не только вот чайный гриб как напиток, но там может быть еще вторичная ферментация, когда мы даем ему различные вкусы, и причем вкусы могут быть не только там с помощью добавления каких-то там ягод, да, или с лимоном вкусно, но и различных трав, например, базилика, вот, различных специй, имбирь с куркумой очень классно, с чайным гриб сочетаются, то есть тут вообще поле де фантазии, есть при этом уже такие хорошо проверенные формулы, но и проверенные через путь, опять же, проб и ошибок, я тоже вот им делюсь в ферментуриуме, я все время на это потратила очень много времени, поэтому, скажем, своими лайфхаками с удовольствием делюсь для того, чтобы вы уже получили хороший и гарантированный результат. Так вот, окей, двигаемся дальше, ну, квасеная капуста, это королева среди овощей, потому что в ней самое высокое содержание фитонутриентов, витаминов и минералов, которые действуют как антиоксиданты, поддерживают детоксикацию, предотвращают преждевременное стрение, вот мы часто гонимся за какими-то суперфудами на самом деле, вот, нам однозначно стоит обратить наше внимание на то, что растет у нас под ногами и то, что уже очень давно присутствует в нашей культуре питания и, возможно, это может принести нам большую пользу, чем что-то экзотическое, что, может быть, не всегда хорошо воспринято нашим организмом. Так вот, регулярное употребление капусты является лучшей диетической профилактикой раковых заболеваний. Например, такой фитонетриен, как сульфарафан, он действует как антиоксидант и он также поддерживает детоксикацию токсинов и гормонов. Вот было доказано, что регулярное употребление сульфарафана в составе капусты в том числе увеличивает на 50% скорость расщепления отработанных эстрогенов. Я не буду сейчас, опять же, углубляться в эту историю эстрогенного доминирования и почему это плохо. Но скажу, что если эстроген у нас задерживается в организме или плохо нейтрализуется, скажем так, в печени, то это может приводить к различным заболеваниям эстрогенозависимым, например, миомы, кисты, эндометриозы, определенные проблемы у мужчин тоже. Так вот, сульфарафан, он еще и продается, кстати говоря, в БАДах, в составе БАДов очень часто в виде диэндолметана, эндолтрикорбинола, но это все уже производные вот того самого сульфарафана. Оказывается, мы можем это все получить более легким способом, более экономным способом, а именно через капусту. и почему здесь квашеная капуста имеет предпочтение, потому что сам сульфарафан, скажем так, в капусте, он все-таки находится в менее активной форме, и только посредством бактериальной трансформации, бактериального воздействия, он переходит в активные формы, которые уже участвуют в биохимических процессах. Кроме того, капуста содержит очень важный такой компонент, это фактор роста и регенерации клеток, изначально его называли витамином Ю, это метилметионин сульфоний, он очень полезен для слизистых нашего желудочно-кишечного тракта, для мышц и суставов. Причем обратите внимание на микробный профиль капусты. У разных видов капусты, а мы же понимаем, что есть разные рецепты, по-английски сокроуд это квашеная капуста, как мы привыкли к белокочанной, красной качанной и так далее. А кимчи, как принято в корейской культуре, там совершенно другой микробный состав. Понимаете, я уже говорила о том, что разные микробы, они синтезируют разные вещества. Поэтому нам важно не просто ежедневно есть капусту, но есть разные виды капусты, есть разные виды квашеной капусты и добавлять обязательно ее в рацион для получения разносторонней пользы. И вот, например, в ферменториуме мы квасим семь видов капусты. Вот любую капусту можно заквасить. здесь просто важно сочетание компонентов и кальраби, и цветную, и брокколи, и брокколи вообще бомбически получается, краснокочанную, савойскую, белокочанную, пекинскую. Вот, и это все можно очень классно заготовить, да, и это будет прекрасно храниться в вашем холодильнике вплоть до следующего урожая. Так вот, было доказано, кроме того, что капусты капустные составляющие оказывают иммуномодулирующие действия на наше здоровье. В частности, вот были проведены разные эксперименты и японские ученые, они капали экстракт капусты в чашку Петри и это повысило производство антител в клетках в пять раз, да, помимо этого, благодаря твоему составу, квашеная капуста она оказывает антибактериальные действия, она снижает риски развития рака, я уже пояснила, да, эти механизмы и является антиоксидантом и имеет противовоспалительные действия. Здесь, вот, я хочу это просто, я видела в комментариях вопрос и я надеюсь, сейчас я на него просто полноценнейшим образом отвечу. Чтобы получить из капусты самый настоящий истинный суперфуд, важно соблюдать сроки. Ферментация капусты происходит в несколько этапов, на которых развиваются разные виды микроорганизмов. И состав капусты, когда мы ее квасим, на самом деле он меняется не то чтобы ежедневно, он меняется ежесекундно. Первый этап, я назвала его инициация, он происходит с первого по седьмой день. Так вот, чтобы вы понимали, вот в этот период размножаются бактерии, которые не являются пробиотическими, это лейконосток. Суть этих бактерий, их задача в том, чтобы предподготовить вот то, что в банке у нас, к тому, чтобы уже после седьмого дня в ней появились пробиотические микроорганизмы. Поэтому я всегда очень так иронично говорю, ну не ешьте трехдневный подкисший салат, там нет пробиотических бактерий. Там есть, конечно, и лактобактерии Плантарум, да, и Бревис, но не в том совершенно количестве, которое принесет нам те перечисленные свойства, которые вы на предыдущих слайдах уже с вами говорили. И вот их рост начинается со второго этапа, да, со второго этапа, то есть после седьмого дня. Здесь уже подготовлена среда для их развития и начинается рост лактобактерий Плантарум, лактобактерий Бревис, которые уже являются пробиопедическими и обеспечивают вот к вашей капусте ее пользу. И, наконец, если мы все-таки дождемся четырех недель 28-32 дня, то вот в этот момент в ней появляются и другие микроорганизмы, в основном это стриптококки, которые также добавляют в этот продукт пользу. То есть, еще раз, какую мысль я хочу донести, что помимо ингредиентов нам важно соблюдать рецептуру, технологию и сроки. и да, квасить капусту нужно не менее четырех недель. Вот. Значит, вот то, что я... У меня в связи с этим вопрос возник. Вот, значит, капусту, как вот я считала, я не знала вот этой информации, я считала, что вот неделя плюс-минус уже неплохо, вкус появился, я капусту с комнатной температуры убираю на холод, либо в холодильник, либо на балкон. Дальше происходит ферментация продукта? Смотря в какой температуре она вообще, смотря в какую температуру вы ее переносите. Да, то есть при температуре, там, скажем, ноль градусов в процессе ферментации они замирают. Если температура выше, они идут, но они идут гораздо медленнее, чем, допустим, при комнатной температуре. Если мы говорим про квашение в домашних условиях, все-таки, а как и правило, комнатная температура это 18-22 градуса, это месяц. Ну, 4 недели. Если температура выше, конечно, сроки уменьшаются. А мне кажется, что перекиснет и будет слишком кисло. Не может такого быть? Дело в том, что не у всех в квартирах комнатная температура. Как правило, из-за батарей и центрального отопления температура гораздо выше. Это 24, а иногда это 26 градусов. Вот, поэтому комнатная температура это 18-22. Если у вас жарче, соответственно, сроки сокращаются. Есть там таблицы, я их тоже как в курсе даю, на что ориентироваться. Конечно, вкус капусты, он может вам понравиться и на третий день, и на седьмой день. Но мы сейчас говорим не только про вкусовую составляющую, но и про пользу, максимальную пользу, которую мы можем здесь получить. И можно еще вопрос сразу. Если квашеные продукты в процессе квашения стоят на свету, свет не способствует разрушению? ни в коем случае. То есть нужно изолировать от прямых солнечных лучей, вот так вот скажем. Изолировать от прямых солнечных лучей. Ну, накрывать там чем-то или убирать в шкафы. Да. Это никогда не... То есть прямые солнечные лучи, они не приветствуются ни в одном из видов приготовления ферментированных продуктов. Ни в одном. Вот, значит, и рецепт, который вот я хочу предложить, это, ну, это не банальная капуста из двух ингредиентов, там у нас максимум фантазии обычно хватает на капусту и морковь, там иногда клюкву добавим. Ну, вот здесь вот можно добавить лук, шикарно, яблоки, да, ну, наверное, самая тут вообще играющая роль это будет грейпфрут, можно добавить зелень, у меня вот зелени здесь нет, но вот это грейпфрут, и у меня здесь клюква, немножечко видоизмененный рецепт вот этого, да, здесь там петрушку была, здесь у меня не было, в общем, ну, собственно говоря, вот это просто проверенное идеальное сочетание, на что важно здесь обратить внимание, что ни в коем случае не надо добавлять воду вообще никогда в квашеную капусту. Есть два вида ферментации, рассольный метод и сухой метод. Когда мы говорим про капусту, это метод сухой, то есть мы должны получить из нее сок, мы должны ее помассировать, например, скажем так, да, и вы, чтобы она выделила сок, потому что если вы будете разбавлять, то это с большой вероятностью может привести к порче данного продукта. Второй момент, на что бы я обратила внимание, что не нужно, вот как иногда, да, советуют там открыть банку, протыкать там чем-то там, ну вот какой-то палкой или, да, чтобы якобы там выпустить там углекислый газ. Он нужен, углекислый газ, он нужен. Он вытесняет кислород. Дело в том, что квашение капусты это анаэродный процесс. Он должен происходить без участия кислорода. Если там есть кислород, да, то может с большой вероятностью образовываться плесень. Углекислый газ, он там выпирает этот кислород. Вот, поэтому нужно всего лишь на несколько секунд приоткрывать банку, выпуская этот газ и закрывать обратно, чтобы не запустить туда кислород. Этого можно не делать, если мы используем гидрозатвор, как вот, ну, вот здесь у меня на фотографии. Вот такие банки продаются, это в частности Килнер. Опять же, можно купить там на Озоне, где-то еще. Вот. И опять же, да, вот сроки. Ну, о сроках мы говорили, о том, что важно соблюдать сроки. Здесь 2-4 недели. Это вот, ну, примерно для комнатной температуры. Я говорю, если выше температура комнатной, то меньше сроки. Если, ну, как бы, 18-22, то можно ориентироваться на 2 недели. Если вы делаете по, скажем так, рецептуре, да, если вы соблюдаете технологию и условия, у вас продукт никогда не испортится. Если вы не добавляете воду, если вы обязательно добавляете соль, соль обязательно нужна в процессе ферментации, тоже вот массу на этот счет слышу разных мнений, но соль, она нужна в процессе ферментации. Во-первых, она помогает все-таки сдерживать рост патогенных бактерий, и она сдерживает рост и хороших бактерий, но это правильно. То есть ферментация, она несколько замедляется, не происходит вот этого брожения избыточного. второе, соль, она помогает выделить из клетчатки соки, а это нужно для того, чтобы бактерии размножались, да, и получали именно из соков, нужное для себя, как бы, сырье. Вот, ну и в каком-то смысле это консервация, в каком-то смысле это консервация, но она не прекращает процесс ферментации, поэтому соль, она обязательно нужна. Я уже молчу об органолептических качествах, да, потому что соль, она все-таки улучшает. Здесь, может быть, есть вопрос к тому, какую соль использовать, да, это не какая-то там поваренная, айдированная, да, вот наша рафинированная, да, это лучше вот использовать какую-то каменную соль, морскую соль, гималайская соль, вообще потрясающая, я только ее практически использую в ферментации. Вот, поэтому в общем-то Юля, еще вопрос тогда, вы сказали, что воду нельзя добавлять, а как же тогда с другими овощами, огурцы, помидоры? Я сказала, что есть два метода, есть рассольный метод, есть, значит, сухой метод. Понятно, что вы не сомнете огурцы, если вы хотите их заквасить целыми, вы не получите из них сок, поэтому вот разработаны два метода, причем там есть очень четкая рекомендация относительно добавления соли. Если вы не досолите, продукт может испортиться, если вы пересолите, как бы вам придется промывать, вероятно, это уже не то. Поэтому в каждом из этих методов есть определенное соотношение соли на, ну, либо как бы, как приготовить рассол, либо какое количество соли добавить вот в сухую массу, да, чтобы, ну, например, в капусту, да, чтобы из нее получить сол, там, морковь, например, да, или свеклу. Тут вот руку поднимают, Лора, я разговариваю по ходу, наверное, вопрос. Лора, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Так, с наушниками тоже. Слышно, простите, слышно? Да, да. Просто хотела спросить такой момент. Ну, может быть, я уже в процессе много спасибо ответили, но такой момент, скажем, зависит ли процесс времени ферментации от количества продукции? Например, вы показали баночку. Нет, не зависит. То есть, я могу ведро поставить два, и все равно месяц это ваша процедура? абсолютно верно. Да, да, да. А еще такой момент, вот соль, когда вы солите, например, в привычном моменте, когда мы квасим капусту, мы понимаем, сколько, даже где-то немножко нужно чуть-чуть пересолить, чтобы она вняла себя, да, и тогда мы понимаем, что это правильный будет вкус. А как у вас? То есть, надо... Я сказала, что есть очень четкие рекомендации относительно количества соли, ну, и причем каждому продукту. Например, если мы говорим про сухой метод. Сухой метод, еще раз, это когда мы получаем сок из самого продукта, мы не добавляем воду. Как правило, это 2,5%. Если это рассольный метод, правило, это 5% соли. Извините, еще один такой маленький нюанс. Получается, если я ведро ставлю по нашей привычной схеме, ну да, да, реально мы протыкали там деревянной палочкой, то здесь я ставлю ведро, ни в коем случае ничего не тыкаю. Вот так вот, как стало, так и сделаю все. Не выпускаю, ничего не выпускаю, да, и ничего не испортится получается. Не будет замка. А почему это должно испортиться, еще раз, углекислый газ, он должен вытеснять кислород. Вообще, вы должны понять, что ферментация очень мало чего зависит от вас. Ваша задача это обеспечить условия, это обеспечить чистоту тех же самых рук, поверхностей и приборов, которые вы, и банк, которые вы используете, обеспечить условия, обеспечить грамотное сочетание ингредиентов, скажем так. Весь процесс делает бактерия. Вот, поэтому я считаю, что как бы протыкание палочкой, это не то, ну, как бы ненужное занятие. Мешаем, извините, получается, мы тогда будем мешать естественному процессу, то, что вы оговаривали выше. Да, ну, то есть, еще раз, да, очень много различных рецептов, которые можно найти в интернете, но, например, бочку с капустой, если вот мы возьмем в дубовых бочках, да, с малой пропитанных, да, никто их не протыкал. Вот, они стояли, спокойно квасились под гнета, да, что важно заметить, вот, и никто в этот процесс не вмешивался. Да, и людям вообще не до этого было. капусту протыкать им, у них там дел на дворе куча была. Спасибо большое. Угу. Так, хорошо, двигаемся дальше, потому что у нас тут уже, да, так вот, ферментированный чеснок, еще один наш сегодня герой. Надо сказать, что тысячи лет назад чеснок стал частью медицинского арсенала людей во всем мире. это не только ароматная приправа, это еще и фармацевтика, которая спасала людям жизнь и вообще по сумме своих полезных свойств, а это антиоксидантные свойства, антибактериальные, противовирусные, противосвертывающие относительно крови, противораковые свойства, ну, он может просто быть номинирован на продукт номер один, да, это и содержание пребиотика, инулина, и высокотережность селена, крома, серо- и сероорганические соединения, конечно же, это фитонутриенты, такие как юрцетин и алицин. Ну, вот, наверное, алицин я бы поставила здесь на первое место, и его еще называют русским пенициллином, потому что во время Второй мировой войны, когда только что открытый антибиотик Александром Флемингом пенициллин не был доступен в России, русские врачи, они использовали протертый чеснок для обработки инфицированных ран, и, в общем-то, оказалось, что вот эта, как бы, техника, да, это сырье было совершенно не менее эффективным, как и антибиотики, да, потому что один миллиграмм алицина, он равнялся 15 международным единицам пенициллина. Кроме того, да, алицин, он имеет противомикробное действие, противокандидное, против плесневых грибов аспергивы, все вот эти вот представители патогенные и даже очень патогенные, они могут ухудшать, естественно, общее самочувствие, приводить к проблемам с ЖКТ, к постоянной усталости, к ухудшению памяти даже, к ухудшению сна, вот, и кроме того, чеснок имеет иммуномодулирующее свойство, сейчас есть очень перспективное исследование относительно его использования в терапии, например, различных онкологических заболеваний, в частности, поджелудочные железы, молочные железы, простаты, ну и так далее. Ну и, в общем-то, вот, да, огромное количество у него полезнейших свойств, но одно из наиболее доказанных, в том числе, это снижение уровня плохого холестерина, но кроме этого, он еще и повышает хороший холестерин в среднем на 10%, поэтому холестерин, он олицин, он используется всегда в противохолестериновой терапии в сочетании, ну уже, допустим, с какими-то лекарственными даже препаратами. Ну и, собственно, ничего сложного, опять же, нет. Здесь рассольный метод. Вот. У меня, на самом деле, вот сейчас этого продукта нет, у меня другой. Вот. У меня в меде, ферментированный в меде. Вот это уже метод сухой. Вот. Значит, что здесь важно? Ну, вообще все элементарно просто. Здесь не нужно извлекать из продукта сок, и, как я сказала, количество соли зависит от метода. Если это рассольный метод, то это 5% соли, а не 2,5%, как это идет в сухом методе. Я очень люблю добавлять сюда свеклу. Мне кажется, она дает очень такой хороший аромат в целом, да, и однозначно добавляет свою пользу. Я думаю, что вы и наслышаны о пользе свеклы и свекольного сока. Вот. И как бы вариаций много. Как я сказала, у меня сейчас этого продукта нет в готовом виде, нечего показать, но мы вот зимой добим чеснок, ферментированный в меде. делается сухим методом, также извлекается сок, чтобы не пахли руки, лучше сделать какой-то толкушкой, естественно, и добавляется мед. И вот сейчас в эти осенние и зимние месяцы, в период повышенной уязвимости организма, это просто бомбическая поддержка для коммунитета. Юля, здесь как раз вопрос был от подписчика про чеснок. Он говорит, что если есть непереносимость чеснока, то после ферментации что-то меняется, можно ли его будет есть? То есть у человека непереносимость вздутия. Ну, скажем так, надо пробовать, потому что есть разные причины непереносимости чеснока. У кого-то непереносимость по причине серы в нем, кто-то плохо-плохо примет серу, у кого-то, ну, я не знаю, просто какая-то генетическая, какого-то компонента неизвестно. Вот это вот иногда остается таким темным пятном. Если же у вас именно происходит вздутие чеснока, скорее всего, это от инулина. Это пребиотик, который в большом количестве содержится в чесноке. По сути, наверное, он является чемпионом по содержанию инулина по сравнению с артишоками, со спаржей, и лук, и чеснок. В процессе ферментации инулин частично ферментируется бактериями, поэтому количество его в сложном виде расщепляется, поэтому вообще, в принципе, в ферментированных продуктах клетчатка переносится лучше. Однозначно, от капусты свежей гораздо чаще бывает это вздутие, чем от ферментированной, и тем более ферментированной правильно, то есть соблюдением этих длительных сроков. Поэтому в отношении чеснока нужно тоже пробовать. То есть тоже вопрос, раз капусты коснулись, получается, если у человека вздутие от квашеной капусты, то, соответственно, вероятно всего, вероятнее всего, что не по правилам продукт приготовлен, да? Да, возможно, да, потому что все-таки бактерии в процессе фермендации они предпереваривают за нас еду, и они расщепляют вот эту жесткую клетчатку, которая может усугублять раздраженный, синдром раздраженного кишечника, например, потому что жесткая клетчатка, она может, во-первых, травмировать стенки кишечника, вот, повреждая даже слизистую в некотором случае, это если у человека уже есть какие-то моменты, типа там ущербная слизистая, да, не совсем полноценная, вот, да, поэтому, да, ферментированная капуста, она гораздо лучше переносится, чем свежая, вот, хорошо, в общем-то, какие выводы хотелось бы мне сделать в итоге, да, что ферментированные продукты, это пример функционального питания, и они могут стать значимым дополнением рациона в профилактике заболеваний и даже в некоторых случаях частью терапии, что ферментированные продукты способны поддерживать богатство и разнообразие микробиоты кишечника, что благоприятно отражает, ну, практически на всех системах и органах, и о том, что разнообразие, о чем я вам сегодня, да, уже говорила, продуктов в рационе, разнообразие ферментированных продуктов в рационе принесет более широкий спектр полезных эффектов, чем использование одного продукта изо дня в день, то есть недостаточно есть каждый день просто клашеную капусту, все-таки должна быть ротация, должны быть разные продукты на столе, вот, и буквально одну минуту, да, мне очень нравится, что сейчас вообще ферментацию, а, значит, что прочитать, да, я вам честно скажу, что книг на русском языке по ферментации очень мало, я в свое время перечитала огромное количество действительно научных работ, но они практически все на английском языке, на русском языке есть сайт про пионикс, вот там можно, ну, действительно, прочитать, это сайт Бориса Аркадьевича, если я не совру, Шендерова, это такой вот микробиолог очень известный, вот, но действительно нужно перелопатить массу-массу материала, чтобы добраться, вот, как бы, скажем так, до истинных и правильных рецептов и понимания процесса, вот, что я хотела, наверное, в заключении, сказать. Юля, спасибо большое, было очень интересно, мега полезно, и на некоторые вопросы, вот, по ходу, вы уже ответили, но пару вопросов, не отвеченных, из Инстаграм, пишет, все ли овощи, без исключения, можно квасить, по сути, вы перечислили, ну, сказали, что все можно квасить, тогда вопрос такой, а картошку? Конечно, конечно, да, замечательно, вообще просто. А в сыром виде, соответственно, в сыром виде, да? Нет, в сваренном. В сваренном? Ну, смотрите, квасить можно практически все, что плохо или хорошо лежит, я повторюсь, это в эту фразу, вот, я автор этой фразы, потому что я это знаю, я уже перепробовала массу всего, действительно, можно квасить практически все, но здесь надо понимать рецептуру, вот как вот в отношении картофеля, он лучше квасится по сваренном виде, и у меня, допустим, есть рецепт картофельный сыр, пробиотический картофельный сыр, вот, потрясающий, да, рецепт, но в сыром виде, я бы не советовала, потому что в нем такое количество крахмала, что в результате у вас скорее, вот в готовом рецепте будет содержаться спирт, вот, картошки сделали водку, я о чем говорю, то здесь надо уметь контролировать эти процессы, ясно, хорошо, еще вопрос, сколько раз в день можно кушать квашеные овощи и фрукты? Ну, как бы, сколько хотите, мы же про еду говорим, это же не лекарственные препараты, не БАДы, ну да, и здесь вот по ходу эфира, еще слушательница задала вопрос, сейчас одну минутку, я найду его, так, она пишет, вы только что сказали, что можно ферментировать бобовые, интересно, как они ферментируются, варенные или сырые? значит, зависит от, ну, есть бобовые, изначально есть свежие, да, а есть сушеные, если мы говорим про свежие, то, как бы, в сыром виде, а если мы говорим про сухие, да, горох сухой, там, посоль сухая, то после, после варки, или наоборот, ферментация может быть предподготовкой бобовой последующей варки, в этом случае ферментация, она будет иметь место, но поскольку мы все-таки термически обрабатывать будем, бобовые, да, эти вот, конечно, как бы, самих бактерий в них не будет, но тем не менее, для предподготовки последующей термообработки ферментация была. Спасибо. Юля, и последний, наверное, вопрос, это уже лично от меня, у меня стоит чайный гриб, который моя семья очень любит, я его везде тоже добавляю, даже в выпечку, я на нем делаю, но вопрос в следующем, нужно ли закрывать крышкой, либо марля? Марля, однозначно, однозначно марля, потому что здесь преобладает все-таки процесс дрожжевой ферментации, дрожжи должны получать, это аэробный процесс, вот если клашение, это анаэробный, оно должно быть закрыто, а здесь кислорода не должно быть, то вот дрожжи, они должны получать однозначный кислород, поэтому должна быть аэрация, и должна быть марля, закрываем мы уже на этапе вторичной ферментации, когда мы добавляем там, и плюс это дает реализацию. Да, а еще тогда, смотрите, если я, допустим, вот я из зеленой гречки делаю хлеб, да, и вместо воды добавляю этот чайный гриб, соответственно, при термообработке польза уже, ну, нет пользы, да. Вот то же самое, что с бобовыми, да, потому что можно зерновые ферментировать, да, а также гречка, все зерновые, ну, не важно, зерновые, бобовые, если взять вот эти категории продуктов, то если мы планируем их потом термически обрабатывать, мы можем туда добавить, допустим, сыворотку, чайный гриб, рассол квашеных овощей, там, и так далее, какую-то закваску, перед термообработкой, это очень хорошо, потому что они помогают, опять же, расщепить определенные проблемные компоненты, например, блютен, если это пшеничная, там, или еще что-то, и это хорошо, и здесь уже бактерии сделают свою роль, свою задачу, и даже если мы потом продукт термически обрабатываем, да, в нем не будет пробиотических бактерий, естественно, под температурой они умрут, но, тем не менее, вот этих вот свободных и доступных биологически активных веществ получится больше, если мы проведем предварительную ферментацию. Поняла, спасибо, что разъяснили, интересно, я всегда делаю и думаю, есть польза или нету пользы? Я вообще всегда радую за то, чтобы люди понимали, да, что они делают с едой, чтобы они хотя бы немножечко углублялись в то, что, в тему манипуляции, которую мы с ней проводим, то есть в рецептуру, в технологию, в микробиологию, для того, что мы готовили не только с чувством, да, но и с толком, и с расстановкой. Наталья, мне нужно завершаться, потому что у меня уже ребенок обзвонился. Спасибо, я тогда завершаю эфир. Да, спасибо, что пригласили. Сохраню его. Как-нибудь еще проведем эфир. Обязательно, с удовольствием. Всего доброго, все, все, дорогие, спасибо всем, кто присутствовал, эфир сохраню и выложу.